Ну что, любые чемпионаты заканчиваются, даже самые победные и даже самые странные в плане организации. Наши фигуристы потихоньку возвращаются домой, будут отдыхать, восстанавливаться и снова в бой, готовятся к чемпионату мира, потому что по большому счету для каждого, в каждом виде выступавших наших ребят, вот основной такой главный бой будет именно на чемпионате мира. Для девочек наших угрозы будет Рика Тихира, которая наверняка следила за этим чемпионатом, сделала для себя какие-то выводы, что можно побороться. А французы наверняка будут уязвленные тем, что проиграли Викторию с Никитой и больше таких ошибок допускать не захотя, тем более, что как бы то ни было Монреаль будет работать на них. Дмитрий Алиев и вовсе, если так по большому счету задуматься, то у него наступил тот самый тест-драйв, момент, о котором я часто говорю, о чем речь. Дело в том, что если посмотреть любую статистику наших ребят, то в принципе сценарии примерно одинаковые. Сначала восхождение, когда любой результат это плюс, это похвала, это кто-то боролся, кто-то собрался и так далее. Затем планка ожиданий возрастает, особенно если на этом завязано количество квот и борьба за них. И, соответственно, не все этот момент проходят. Вот так было с Михаилом Каледой, в какой-то момент с Александром Самарином. Теперь ситуация такова, что лучшие по участникам этого чемпионата Европы это Дима Алиев и Артур Демиеля. По идее, Александр Самарин остается вне чемпионата мира, но как-то такие идут намеки, то, что сказала Елена Буянова. И как-то с Артуром мы говорили, он так не очень уверен, куда он поедет, что. Все-таки они бы хотели съездить на юниорский чемпионат мира, потому что все-таки на взрослом Артуру будет сложно. Но здесь вопрос в том, в каком состоянии там сейчас находится Александр Самарин, потому что его выступление на этом турнире, это просто куча знаков вопроса. Он сказал, что дело с ботинком. Точнее, не он сказал, он сказал, что ботинки менялись все-таки. Но это никак не повлияло. Ну, как не повлияло, если было вот такое все сорвано и в плохом состоянии. Не исключено, что он их раскатает действительно, выступит на финале Кубка России и отправится на чемпионат мира вместе с Димой Алиевым. Если же все-таки нет и поедет Артур, очевидно, что ответственность за квоты будет именно на Диме, потому что он уже теперь чемпион Европы и лидер. И будет очень интересно, как он будет проходить этот момент. В целом, ощущения этого чемпионата лично у меня очень странные, потому что, да, мы выиграли столько золотых медалей в четырех видах. Так и вообще эти самые 10 из 12, при том, что 11, в общем-то, Мориса Квиталашвили, она на 90% тоже, считай, наша. Все это очень странно, потому что там уже кто-то высказался, что вот, нечестно, Россия все забрала. Какой бред на самом деле. Вы вернитесь год назад, а ведь у нас было всего шесть медалей. У нас вообще чемпионат Европы был чемпионатом каких-то провалов. Ребята Миша Коляда и Максим Ковтун просто сорвали все, вы помните. И то есть второе место Александра Самарина и его борьба, это был просто дар небес какой-то. Значит, именно в женском турнире Алина Загитова сорвала, но она осталась на втором месте. Софья Самодурова выиграла, но Станислава Константинова, которая потенциально должна была быть третьей, в итоге уступила и отдала место иностранной фигуристке. Виктория Синицына, Никита Концелапов, то же самое, остались вне пьедестала. И в парном катании мы тоже упустили золото. Евгения Тарасова, Владимир Морозов там наошибались на прыжках, вот в стиле того, как это было на этом чемпионате. И что же получается? Ну, что за один год мы прям-таки взяли и всех поглотили, всех подавили. На самом деле, мне кажется, здесь та ситуация, о которой говорил Рафаэль Рачинян, то, что у нас есть реальная система. И работа действительно велась, просто это все вместе одновременно не выстреливало. Потому что все же работали. Никто же не будет спорить, что Миша Каледа сквозь болезнь готовился, как мог. И после короткой он ведь тогда лидировал. О чем это говорит? О его готовности, настроем. Максим Ковт, он тогда был весь перезагружен и тоже должен был быть на пьедестале. Но в этот раз получилось так, что еще и лидеры европейские ушли. И в парном катании Джеймс Сипре и вот Хавер Фернандес, то, что попадаки с Цезерон ошиблись, ну, мы не виноваты. Виктория с Никитой так ошибковым стоила им в финале Гран-при вообще, аж последнего места. Они и так слишком неотступно шли за ними, шли, шли. И вот, наконец-то, что называется, дотерпели, додавили. Раз уж я дошла до танцевального турнира, что это за эмоции были? Это было что-то невероятное. Когда ребята сели на диванчик, на этот в ожидании оценок, Никита Вику и обнимал. Они уже переглядывались там все. На самом деле все за них болели. Вот у меня ощущение было, это вот примерно такое. Я помните, рассказывала, в юниорском финале Гран-при было, когда все болели за Камилу Валиеву. И помните, когда она без четверного вышла, Алиса Лью сделала два четверных лутца и два тройных акселя. И точно так же все смотрели за оценками, что же поставят, что, как. И вот тот отчаянный прям крик был, как будто футбол или хоккей или что-то в этом роде. То же самое было здесь. И Саша Степанова с Ваней Букиным, они, мне кажется, на какой-то секунд забыли, что они соперники. Что и Тифаня Закорская, Джанатан Гурейра, они стояли там с краешку и тоже следили. Ну, прям вот болели вот как за команду. Просто вот забьют гол или не забьют, реализуют пенальти или не реализуют. Ну, 8 минут этих сумасшедших пересчеток. И этот выдох, это было потрясающе. Невероятно, что именно танцы сделали этот чемпионат, потому что эмоционального окраса ему не хватало. Мы говорили о том, что в женском турнире не хватало какой-то интриги, в парном мы тоже не оставили ее. Но, знаете, я подумала так. И сдается мне, что если бы чемпионат был, ну, на такой арене, вот как в Минске, как был в Москве, многие иностранные коллеги, все вспоминали Москву и Минск, добрым словом говоря о том, что там был праздник фигурного катания, там была потрясающая арена, болельщики, антураж. Так вот, что в другом восприятии, на большой арене там была бы другая энергетика, другой посыл, и может быть даже девчонки выглядели бы иначе, и может быть катались бы иначе. Но в любом случае был бы какой-то драйв. Здесь его, конечно, не было, и классно, что у Виктории с Никитой получилось выиграть, потому что, ну да, так получается в СМИ, что все сосредоточено на одиночном катании, на женском. Что-то отдельное всплывает в мужском, что-то иногда в парах. А танцы как будто вообще, не то чтобы перестали существовать, но как-то никто особенно не обращает внимания, что там происходит. И это было так нечестно. А вот такие классные моменты, они заставляют обратить внимание на этот вид, знать, что там есть борьба, что там две сильные пары, что это будет уже противостояние на равных. И вот представьте, как мы будем с вами ждать в Монреале. Расстроенная Габриэла, Никита, из которого энергия просто... Он сначала сказал, что они с Викой устали, конечно, после выступления в произвольном танце. Скорее даже не от выступления, а от вот этого ожидания восьмиминутного, когда ты думаешь, да, нет, да, нет, ну может быть, может быть. Ведь у Вики, в отличие от Никиты, мы же помним, что Никита более титулованный фигурист. У него есть и командное золото Сочи, и личная бронза Сочи. А для Виктории вот эти все медали, они в первый раз, и мне кажется, особенно ценно для нее, чтобы уже никто никогда не посмел сказать, да, мне кажется, эти разговоры и закончились, что якобы она уступает ему по уровню и так далее. Так вот, речь о том, что Никита говорит, что мы пришли, сразу легли спать, пятку стали, сил даже вставать не было. А на следующий день он пришел на общее интервью, и видно, как из него энергия шла. Он говорит, я хочу работать, уже сейчас, уже сейчас там улучшать какое-то вращение, он сказал, медленно там, дорожку отрабатывать, поддержку делать, чтобы она была, как из учебника. Раз уж я все показываю, то не могу не показать и отель для прессы. Это один из отелей, более бюджетная версия, обратите внимание, очень милый такой зеленый дизайн, он так и назывался, Green Rooms. Сам-то, конечно, отель был милым, но с шаттлами была настоящая беда, и на них очень хорошо было заметно. Все косяки организационные, которые были здесь на этом чемпионате, я вообще не понимаю, как можно было придумать то, что в итоге придумали австрийцы с этими шаттлами. Ну хорошо, тот факт, что они ходили только рано утром и вечером, причем до окончания соревнований и пресс-конференции. Как? Как? Первое, которое случилось в наш последний рабочий день на чемпионате, это просто бенефис деятельности организаторов этого чемпионата и транспорта. В общем, был список, куда можно было вписать свое имя, чтобы при выборе размера автомобиля, автобуса, неважно, учли тебя и забрали тебя из этих самых Green Rooms. Я лично видела в список, свое имя внесли человек 12, и все эти люди в назначенное время ждали, когда же приедет шаттл, ведь они же записались в список. А знаете, что случилось вместо этого? Приехал автомобиль, да, Мерседес, да, черный, да, комфортный, но в него-то могло поместиться только 4 человека. И как-то, знаете, в рандомном совершенном порядке 4 человека сели и уехали. А для остальных не приехало ничего. Так, не смотрите, это там моя кровать. Ой-ой-ой, нет. Вот. В общем-то. А остальные, знаете что, за ними не приехал другой шаттл. За ними ничего больше не приехало. Они вызвали такси и поехали. И это абсолютно нормальная ситуация для этого чемпионата с транспортом. Всего вопросов, конечно же, по девочкам нашим, Саше Трусовой, Ане Щербаковой и Алене Косторной. Все ли с ними в порядке? Почему так получилось, что они упали, каждая, в произвольной программе? Олег Васильев даже выразил мнение, что, может быть, есть уже какая-то проблема с ростом, что сложные прыжки уже не даются им в какой-то мере. Честно говоря, тяжело сказать. Девчонки, конечно, шифровываются, но про рост-то они сказали, и это же факт. Они сказали про рост, и про новогодние каникулы. И еще такую черточку сказала Алена Косторная, когда я спросила у нее, что там с чемпионатом России, и сильно ли она расстроилась. Она и сказала, что накопилась, уже устала. Действительно, об этом как-то, по-моему, даже в эфире сказала Инна Гончаренко, что вот этот момент, он сложный, потому что после чемпионата России все равно какое-то перенапряжение идет, и не всегда получается с ним справиться. Кстати, хороший пример, конечно, не самый удачный в плане результата, но факт остается фактом. Помните Машу Сотскову? Она ведь в сложнейшей конкуренции отбиралась в сборную два года подряд, но у нее сценарий был примерно один и тот же. Классный чемпионат России, а потом на чемпионате Европы, уже на мире, она выступала значительно хуже. И потом она признавалась, что да, она слишком настраивается на чемпионат России, слишком старается, а дальше уже сил ее не хватает. Поэтому, сдается мне, девчонки сейчас приведут себя в форму, и все-таки к чемпионату мира будут в полной боевой готовности, все оптимизируют, да тем более, что ничего такого и не произошло, уже слишком такого, что должно вызывать опасения. Хочу прояснить один вопрос. У нас на канале есть видеоинтервью с Аней Щербаковой и Аленой Косторной. Текстовая версия у нас на сайте, на сайте коллег, да, мы общались все вместе. И логичный вопрос многих, а где же Саша Трусова? Почему так получилось, что ее нет? Какие тут теории заговора, там, того, что Саша не захотел уйти с девочками, или Сашу не позвали, совершенно ни при чем. Ситуация такая, что обычный рабочий момент, все коллеги хотели очень пообщаться с Сашей, Аней и Аленой, и нам было объявлено, что все девочки придут в 12. Собственно, к этому времени все мы и собирались, потому что, о, об этом я вам еще расскажу замечательную историю, с шаттлами от мест, где живут и журналисты, и, в общем-то, из центра. Есть свои нюансы, они едут в определенное время, а своим ходом, но это очень дорого ехать до арены. Соответственно, все ехали к 12. Но вышло так, что Саша закончила свою тренировку показательного раньше и попросила вот это какое-то интервью провести именно в тот момент, потому что до 12 было довольно-таки много времени. И один из коллег оказался в тот момент на месте и пообщался с ней. Соответственно, потом она уехала, и так вышло, что просто общаться не стало, ничего такого, абсолютно рабочий момент. Пожалуйста, ничего не придумывайте. Ох, по поводу общения. Это, наверное, самый приятнейший, самый милейший момент, который вообще за весь чемпионат. Посмотрите, пожалуйста, это видео на Аню с Аленой. Я не знаю, как-то они немножечко словно дополняли друг друга. Алена, она такой лидер, Аня милая, очень вежливая, воспитанная. Она вот, ну, очень вместе они общались, отвечали на вопросы, было так интересно, рассказывали какие-то истории. Видно, что девчонки подвыдохнули немножко, потому что сами понимали. И я думаю, что в словах Алены о том, что она понимала, что едет на чемпионат Европы не в суперформе, и будь что будет, и даже вот эти шутки о том, что они могут в произвольную не попасть, это все не берется ниоткуда. Действительно, они, я думаю, сами все понимали, что может быть всякое. И поэтому, в принципе, проведя этот турнир, по большому-то счету нормально. Ну, что такого, что ошиблась Аня на одном прыжке? Ну, четверной же был, и Алена, в принципе, сделала все. Да то же самое. Просто у них уже, они сами установили для себя слишком высочайшие стандарты, которым соответствовать постоянно сложно. Это я написала об этом в своем материале по итогам чемпионата по поводу Саши. Она ведь поднимала планку, поднимала, поднимала, четыре четверных. Дальше уже в финале гран-при была попытка, ну, я считаю, что на такой технический полукосмос, тройной аксель короткой, произвольной пять четверных. Конечно, это уже кое-что такое, что вот так сходу не возьмешь. А, возможно, и вообще это взять девушке нельзя. Потому что надо же помнить, что Александра пробует те вещи, она на себе пробует, проверяет пределы возможного вообще вот такого организма, крошечной девочки, которая ничего не боится, идет, идет и идет вперед. Плюс она еще сказала, что ей с большим количеством четверных прыжков проще, чем с меньшим. И действительно ведь ультра-Си, он дает хотя бы какую-то возможность оставаться наверху, если где-то в остальных элементах есть ошибки. В этом и фишка, кстати, была в свое время Жене Медведевой. Только не надо мне говорить, к чему я тут вспоминаю. Очень даже яркий пример. Все же помнят, что у нее один лутс только был в начале, в двух программах. И это было очевидно, что контент у нее местами проще, чем у остальных, потому что там бывали и каскады с слойлерами, и с лутсом разные комбинации. То есть очевидно, что сильнее единственное, что ей оставалось, вот то, что у нее есть, каждый раз катать чисто. И это был ее такой феномен, на самом деле, который сделал ее двукратной чемпионкой мира. Но, как мы видим по опыту остальных, на самом-то деле это тяжело. Это все равно, что, знаете, ну, если смотрели «Умники и умницы», помните, красная дорожка, зеленая дорожка, желтая, на красной два шага ошибаться нельзя, а на зеленой четыре можно ошибиться дважды. Вот я знакома с человеком, который выбрал красную, и в итоге ошибся и проиграл. Ну, в общем-то, суть не к этому, а к тому, что девчонки Алена с Аней рассказали просто потрясающие фантастические истории о том, как Алена хотела посмотреть куда-то, за шторку, как катаются соперницы. Аня рассказала, как они отмечали Новый год с родителями, и по интернету у них шла трансляция «Боя курантов», и тут выключился интернет. Ну, в общем, они милые, хорошие очень девчонки, из-за которых нужно болеть, наверное, всем сердцем, особенно по поводу Алены. Еще раз, те, кто там что-то придумал себе по поводу нее, по поводу нее характера. Знаете, она потрясающе перевоплощается. Я вот поймала себя на такой мысли, потому что вы же знаете эти движения ее произвольные, вот эти вампиренка, стервозного такого немножечко вампиренка, который тебя укусит и загрызет. Вы же видели, какая она в обычной жизни милая, хохотунья. Это феноменально, как она так перевоплощается, и именно какие жесты у нее там, вот какие у нее движения. Мы, кстати, с фотографом с Поп-экспресс, с моей коллегой Дашей Исаевой, которая также работала на этом чемпионате, обсуждали вот так же феномен Елизаветы Туктамышевой, потому что мы ее встретили в первый день, когда она прилетела, провожали ее на трибуну, и знаете, с нами шла обычная девушка такая, в серенькой тепленькой курточке, с темными волосами, которые там как-то крабиком заколоты, ну да, макияж у Лизы, как всегда, на высоте, но это была обычная девушка. А потом, когда Даша попросила у нее фото, Лиза села там на трибуну, и получились фото, вы, возможно, их видели. Императрица, супер-женщина, такие у нас девчонки. Ну и в заключении хотела бы вам рассказать о людях, о болельщиках, с которыми мне доводилось встречаться и пересекаться. Первое знакомство случилось в автобусе по пути на арену из Вены в Грац до какой-то станции. Я познакомилась с девушкой-волонтером. Ее зовут Александра. Она живет в Курске, учится на третьем курсе в Курском государственном университете. И она мне с воодушевлением рассказала свою историю, как в августе 2019 года она нашла сайт Skate Austria, зарегистрировалась там, ей дали ответы. Вот впервые она поехала за границу сама, волновалась невероятно, но в итоге ей там дали курточку, еду, бесплатную. В общем, помогли ей с визой, бесплатное оформление. Единственное, только дорога. А в итоге помогать проведению мероприятия, смотреть выступления фигуристов. Плюс они же работали вот в зоне пресс-конференции, в зале. То есть к девушкам можно было прям подойти, там попросить фото. Это, кстати, многие делали. Вот такая замечательная история, каким образом можно было поесть на соревнования по фигурному катанию, заплатив только за дорогу. Еще одна история, это болельщики из Архангельска. Возможно, вы видели их флаг в трансляции. Они мне рассказывали какие-то сумасшедшие истории, потому что вот знаете же все, что есть футбольные выезды. Так вот они мне рассказывали про фигурные выезды, что есть компания, есть у них какие-то специальные флаги, специальные игрушки для отдельных фигуристов. Кто-то конкретно топит за Питер, когда мы обсуждали, когда мы называли имена петербургских фигуристов, там был такой прям эмоциональный возглас на автовокзале. Рассказывали, что ездили даже на чемпионат мира в Милан. Кто-то из них там даже общался с Этерей Георгиевной, фотографировался и так сказал. Ну, она такая женщина своя. Ну, вот так вот. И еще очень интересна была девушка, у которой японское гражданство, но она работает в Москве уже 10 лет. Ну и, конечно же, как она может не любить фигурное катание и не пользоваться тем фактом, что она живет в России и может столько всего смотреть. Она мне рассказала вообще удивительную вещь. Я спрашиваю, наверное, в Японии прям популярнее всех это Алина Загитова. Она говорит, да, но не до конца. Самый популярный Евгений Плющенко. Я говорю, что, даже популярнее, чем Юдзуру Ханю? Она говорит, да. Вот надо сказать, я удивилась, потому что его феномен... Многим могло показаться, что все-таки Юдзуру Ханю, он же двукратно олимпийский чемпион в личном турнире. И плюс он в последнее время его имя и вот в последние годы Нейтан Чена это олицетворение мужского катания. Но нет, все-таки Плющенко вписал золотыми буквами свое имя в историю. Японцы до сих пор его уважают и очень любят. А еще она рассказала, что японцы даже ради шоу в Москву едут к нам, что там были целые паломничества, потому что они вообще в восторге. Как это? Там Женя Медведева, там Алина Загитова, там где-то Юлия Лепницкая с Адалиной Сотниковой. Вот так вот, друзья, есть всякие такие вот форматы, выезды. Потому что, конечно, честно, я бы вам в ГРАС ехать не советовала. И надеюсь, что будут выезды, вот у тех, кто смотрит, захочет ехать на фигурное катание. Самый крутой старт обычно, это чемпионат России. Ощутив один раз вот эту сумасшедшую энергетику, трибун, запомнив нерв в этого момента, захочется ездить еще и еще. Но, конечно, не такие, не в такие, простите меня, конечно, с сарай, как в ГРАС. Ну вот и все, дорогие друзья. Итак, я рассказала вам слишком много и нужного, и нет. Извините, если что-то было не особенно интересным. Честно, старалась перенести всю атмосферу, все, что здесь происходило, чтобы вы тоже словно съездили в ГРАС и тоже посидели на катке в брезентовой палатке. Хочу сделать маленький анонс. У нас для вас будет сюрприз. Совсем скоро у нас на сайте будет конкурс от Алены Косторной на ее автографы. Пока!